Спасибо. Итак, третья тема сегодня – это адюванты нутритивной поддержки. Когда мы говорим о нутритивной поддержке, мы очень выслушали внимательно два первых доклада, то посмотрите, вот там в самом конце минеральные вещества и фармаконутриенты. Нутрицептики – это термин, который относится к биологически активным добавкам и различным пищевым продуктам. Это продукт, предназначенный для приема перорально, который содержит тот или иной диетический ингредиент, предназначенный для дополнения пищевого рациона. И это могут быть витамины, минералы, лекарственные растения и аминокислоты. И вот если в предыдущих докладах мы внимательно слушали и понимали, что каждый раз пациент у нас нуждается в дополнительной информации, в объяснении правил нутритивной поддержки, в подсказке по выбору белковых препаратов, то здесь все происходит наоборот. Пациент приходит к нам и приносит огромное количество разных веществ, которые он хочет принимать самостоятельно или по разным рекомендациям. Причем мы понимаем, что во многих препаратах, вот, например, на приеме фортикера, комплекс витаминов и микроэлементов, он уже, собственно говоря, входит. И вот, например, самое высокое содержание омега-3 полиненасыщенных жирных кислот именно в данном составе, в нашем руководстве РУМСКО, те препараты, которые являются адювантами нутритивной поддержки, они позиционируются как препараты, находящиеся в стадии излучения, поскольку омега-3 жирные кислоты, другие препараты, аминокислоты, л-каротин, на сегодняшний день находятся в стадии изучения. Интересное исследование американское, это был большой-большой опрос, которые пытались выяснить, какие же дополнительные пищевые добавки принимают пациенты. И посмотрите, вот хорошо видно, что пациенты, половина пациентов принимала витамин С, различные поливитамины, бета-каротин, витамины группы В, очень большое количество различных витаминов. И при этом был сделан вывод, что подавляющее большинство пациентов, получающих лечение по поводу рака, используют те или иные пищевые добавки. И что если у пациентов высшее образование, то роль, вероятность принятия им пищевых добавок только нарастает. Очень часто пациенты, принимающие химиотерапию, одновременно используют пищевые добавки, те, которые подозреваются в неблагоприятном воздействии с химиопрепаратами. Но приведу недавний пример. Например, пациенты начали принимать добавки, содержащие экстракт зверобоя, который меняет работу ряда препаратов за счет изменения их дезактивации в печени. Поэтому был сделан вывод о том, что врач должен спрашивать пациента, что же пациент дополнительно принимает. Итак, витамины и минералы. Общество по поддерживающей терапии «Мировое маск» делает следующую на сегодняшний день такую рекомендацию. Следует избегать использования разовых высоких доз микроэлементов, то есть в терапевтических дозах, пожалуйста. Дефицит витаминов, особенно С, Д и В, часто встречается у пациентов после длительной госпитализации. И рекомендовано назначать поливитамины в физиологических дозах плюс витамин Д на основе клинической оценки. При этом витамин Д на сегодняшний день мы можем последить, что за последний год наши пациенты из-за пандемии ковида стали регулярно принимать витамин Д. И у нас гиповитаминозы Д уменьшились. И в том числе мы получили достаточно положительный такой позитивный эффект, как мне кажется, во многом связанный и с этой ситуацией тоже. И вот исследование, которое было проведено, когда показывали, что наличие адекватного приема витамина Д ускоряет восстановление пациента после химиотерапии. Рандомизированных исследований не так много, но вот в исследовании, где изучалась эффективность спирорального витамина группы В в предотвращении вызванной химиотерапии периферической нейропатии, не было показано какого-либо отрицательного влияния витаминов группы В, и в настоящий момент они широко назначаются. Но вот совсем недавно был опубликован под анализ исследование, исследование, в котором изучалась оптимальная доза и графика дьювантной химиотерапии антрациклинами и токсанами у женщин с высоким риском раннего рака молочной железы. И примерно половина пациентов параллельно ответили на вопросы об использовании пищевых добавок. И очень был аккуратный, очень осторожный вывод сделан из этого под исследование, что использование антиоксидальных добавок во время дьювантного лечения было, но с очень небольшим таким доверительным интервалом, связано с пограничным повышенным риском рецидива, но с незначимым увеличением риска общей смертности. К сожалению, эта информация вышла в интернет, что естественно, и вызвала ряд вопросов наших пациентов, которые на основании вот этого исследования стали спрашивать. Но поскольку пациенты принимали самые различные добавки в совершенно разных, малосравнимых концентрациях, то мне представляется, что на основании вот этого поданализа отказывать пациентам в приеме витаминов мы не можем. Вот если посмотреть, то результатом, выводом данного исследования рекомендована осторожность при рассмотрении вопроса об использовании добавок, отличных от поливитаминов. То есть авторы данной публикации поливитамины все-таки не тронули. Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, очень входят в большое количество смесей, тормозят прогрессирование кохексии, помогают сохранить массу тела, уменьшают воспалительный ответ цитокинов. Они имеют доказанную пользу для сердечно-сосудистой системы, а наши пациенты, причем мне кажется, что то, что вот я сейчас пытаюсь доложить, имеет даже большую роль не для пациентов, у которых уже развилась кохексия, а для пациентов, которые находятся в неком ее преддверии, а может быть даже и не находятся, но должны оптимально перенести химиотерапию. Поэтому Маск посчитал эти кислоты привлекательными агентами в онкологической практике, безопасными микрокомпонентами рациона питания, и пациентам с прогрессирующим раком рекомендовано принимать добавки с омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. Причем был сделан вывод о дозах в день 2-2,5 грамма, и используйте с осторожностью пациентов с низким содержанием тромбоцитов или нарушением свертываемости крови. Исследование эффективности и безопасности аминокислотного желе, содержащего коэнзим Q10 и элькарнитин, главной целью этого исследования было показать его значимость в борьбе с утомляемостью или усталостью пациентов с раком молочной железы. И было показано значимое различие при назначении этой пищевой добавки. Причем также было показано хорошее различие в качестве жизни в подгруппах больных. Такие аминокислоты, как глутамин, в метаанализе большого количества хирургических исследований было показано, что в современной практике это может дать нам дополнительное сокращение времени госпитализации и может быть полезным для пациентов в процессе лучевой химиотерапии. И в исследовании, которое проводила МАСК, было показано, что назначение глутамина во время лучевой терапии может быть эффективным для профилактики орального лучевого макозита. Аргинин положительно влияет на секрецию гормонов, дополнительное введение повышает уровень телеэкоцитов и натуральных киллеров. И при рецидивирующих инфекциях эффект аргинина усиливается при одновременном введении лизина и антиоксиданта. Таурин является также нейромедиаторной аминокислотой, применяется в комплексной терапии больных раком молочной железы и в программе реабилитации после химио- и лучевой терапии. Дефицит антиоксидантов на сегодняшний день показано, что диета, богатая антиоксидантами, приводит к улучшению аппетита, массы тела, идеальной массы тела. При этом наш собственный опыт за последние несколько лет – это использование комплексного препарата. Ни один комплексный препарат на сегодня не вошел у нас в клинические рекомендации, но вот комплексный препарат, который имеется у нас на сегодняшний день, показал себя неплохо. Интересно, что в его состав входит глицеризиновая кислота, которая показала в ряде клинических исследований хорошее действие на переносимость химиотерапии. Но самое главное, что глицеризиновая кислота, она показала свою инвитро, свою активность против ковида. И, соответственно, честно говоря, нашим пациентам с группой риска старше 65 лет мы в течение этой пандемии в зимнее время на постоянный прием назначили препарат в надежде, что этим мы дополнительно защитим их от вирусной инфекции. При этом прямое противовирусное действие глицеризиновой кислоты в отношении клинических залятов коронавируса было показано в исследовании. И вот, поскольку дефицит аргенина сопровождается снижением сопротивляемости в ходе, то мы надеялись, что это даст нашим пациентам дополнительные преимущества. Это было показано в системном обзоре и метаанализе, что снижение относительного риска инфекции в 1,7 раза. Глицин, входящий в комплексный препарат, обладает противовоспалительным цитопротективным препаратом. Глюкозамин также способен уменьшать активность системного воспаления, снижать уровень цереактивного белка. И широкое использование данного глюкозамина в США в качестве хондропротектора, оно позволило оценить последствия его использования в масштабного исследования. И было показано снижение риска смерти от болезней легкого. Цинк, который также пациенты в этом году многие должны были получать для профилактики ковида, также входит в препарат, он является незаменимым микроэлементом, и огромное количество пожилых больных живет в состоянии недостаточности цинка, его добавление также является хорошим шагом для больных. И, соответственно, в различных клинических исследованиях было показано, что анкоксин при приеме может снижать вероятность развития орального мукозита на фоне химио- и химио-лучевой терапии. Динамика, вот пример, рак языка, комбинированная химио-лучевая терапия, укорочение времени течения лучевого мукозита. Кроме этого, на группе очень пожилых больных с раком предстательной железы было показано, что переносимость химиотерапии уменьшилась, и при этом, посмотрите, такие проявления, как артралгия, миалгия, остыния, нейропатия также уменьшились. В Российской Федерации у нас тоже было несколько исследований, в которых мы участвовали. И вот это наше исследование, в которое мы включали больных раком желудка и раком легкого третьей стадии. И, соответственно, это были пациенты, которые получали адъювантную, неодъювантную химиотерапию. Мы оценивали опросники по оценке аппетита, усталости, самочувствия, физического состояния и суммарный балл. И анкоксин показал улучшение всех этих показателей. Кроме этого, показатели по эмоциональному и физическому домену также были оценены как улучшения. И заключая, я хочу сказать, что адъюванты нутритивной поддержки на сегодняшний день находятся в стадии клинических исследований. И, конечно, исследовать их достаточно сложно, поскольку очень сложно сделать однородные группы. Прием омега-3 ненасыщенных кислот рекомендован на сегодняшний день для больных. Прием витаминов в терапевтических дозах не противопоказан. Прием аминокислот в целом улучшает переносимость химиотерапии, лучевой терапии. Но при этом в наших российских клинических рекомендациях у нас пока отсутствует перечисление конкретных препаратов, но будущее покажет. И, конечно, следует спрашивать пациентам о том, какие добавки они принимают, поскольку существует лекарственное взаимодействие. Большое спасибо. И я надеюсь, что пищевые добавки, которые принимают наши пациенты, не помешают им получить ответ на лечение и не ухудшат, а улучшат их состояние.